Друзья, и вот такие ручейки. Бегут ручьи, слепят лучи. И тает лёд, и сердце тает. И даже пень в апрельский день. Берёзкой снова стать мечтает. Всем хорошо знакомая песня из кинофильма «Весна». Вот мы с вами подошли к руинному каскаду. Но сейчас пока ещё мы с вами видим, что у нас руинный каскад. Его постаменты, они закрыты. Поэтому пока мы с вами в полной красоте, в полном объёме не сможем им полюбоваться. Но я думаю, что совсем скоро все статуи, все постаменты будут открыты. И мы с вами уже, когда будет тепло, насладимся красотой. Но таким образом это всё сохраняется, сберегается. Потому что, конечно, когда минусовые температуры, перепады температур от плюс к минусу, они, конечно, негативно отражаются и влияют на состояние памятников архитектуры, памятников скульптуры. И вот вид на пельбашенный мост. Ну вот, некоторые скульптуры. В частности, мы сейчас с вами видим. Это у нас Аполлон Мусагет в плаще. Да, основная. Есть у нас Аполлон Бельведерский. Есть Аполлон Мусагет. И как его определить. Он в таком красивом, ниспадающем длинном плаще. И вот мы с вами сейчас выходим. Дальше вот эта тропинка идёт у нас на Большую Берёзу. А если мы с вами здесь можем подняться, Пойдёмте поднимемся здесь по ступенькам. И эта дорожка нас ведёт к замечательному комплексу, скульптурам, региону, району, как хотите назовите. Называется «12 дорожек». Очень красивое, живописное, тихое, спокойное место. Созерцание и наслаждение красотой. Ну, вот эта сеть водоёмов, которая была создана Чарльзом Камероном. Вот эта с горки, мы с вами видим, ниспадает с горы. Вот эта сеть водоёмов. Один переходит в другой водоём. И таким образом создаётся такая сеть водоёмов. Она вот в этом регионе парка и ещё там более центральном. Ну, уход за водоёмами очень кропотливый. Сложный, его нужно периодически чистить. И вот сейчас мы стоим на таких берегах. Вот здесь, как один, вода перетекает через трубы. Да. Ну, пока сейчас ещё всё замёрзшее, поэтому мы с вами этого не увидим. И вот мы с вами... Пойдёмте на спуск осторожнее, потому что ступеньки, они могут быть скользкие. Поэтому будьте осторожны. Вот мы с вами поднимаемся. Здесь у нас очень красивые статуи. Здесь вообще очень благоустроенная территория. Приятно здесь посидеть, отдохнуть, почитать, пригрозить сми. Вот вы можете прогуляться. Мы сейчас с вами пойдём по одной из дорожек к центру, к 12 дорожкам, где находятся великолепные живописные скульптуры. Друзья, и сейчас мы с вами находимся в центре прекрасной площади 12 дорожек. Действительно, это площадь, и от неё идут 12 лучей в разные участки парка. Очень красивые, живописные. Всё это находится среди лесного массива. В центре мы с вами видим фигуру, скульптурную фигуру Аполлона Бельведерского, покровителя солнца и красоты. Мус, искусство. И окружает его по кругу несколько очень красивых мус, греческой мифологии, в частности. Прекрасная Калипига. Венера Калипига. Затем Полигимни. Затем музы истории. Музы классической исторической поэзии, любовной поэзии Эрата, богиня Флора, покровительница весны. Затем музы трагедии, комедии, муза Тарпсихора, богиня танца. В общем, здесь можно перечислять их бесконечно. Но очень красивый, уютный уголок Павловского парка. Очень мне нравится. И вот сейчас мы с вами выходим. И идем в направлении, по одному из лучей, в направлении к павильону Рос, к любимому уголку императрицы Марии Федоровны. Она очень любила, у нее есть собственный садик, который вы можете посмотреть в летний период. Она собирала различные растения, выписывала их за границы, благоустраивала свой собственный садик. Очень любила розы, различные сорта высаживались на территории Павловска. И, кстати, в середине, ближе к 20-х числах июля, уже не первый год, проводится замечательный праздник, императорский букет. Где устраиваются различные представления на определенную тематику. Приезжают флористы, показывают свое мастерство, создают очень красивые букеты. И, как правило, очень интересная концертная программа. Но вот в силу последних событий, которые были связаны с пандемией, в прошлом году это не проводилось. Ну, и, надеюсь, посмотрим, что будет в этом году. И вот мы с вами идем. Вот я вам говорила про водоемы. Вот видите, водоемы, водоемы. Активно течет, протекает вода. И вот такой уголок парка. стрелка, Продолжение следует...